Только мыслей и слов постигая красу. Наверное, местность и география определяют мироощущения в такой же степени, как накрытый стол – аппетит. Впечатление, что навеки в памяти – фруктовое счастье детства. Вещи молчат, ничем не выдавая своей души. Люди, наоборот, выставляют её на показ, изношенную, захламлённую, как мешок. Но что бы они ни говорили, как бы ни изливали, пытаясь освободить от тяжести, нельзя быть свободными, единственно от самих себя. В метафизическом путешествии по пенатам родного языка поэт неизменно возвращается к самому себе. к тому, что сохранил с детства. Одни и те же глаза ребёнка у каждой грани таланта Иннокентия Анинского. Ему нетрудно понять детей. Он сам, в сущности, такой же ребёнок. Его принимают за молодого критика и поэта. Только умеет Иннокентий Фёдорович чуть больше и знает, как болит сердце. Он слышит бег детских слёз и плачет такими же слезами, хотя никогда не сознается в этом. Он скорее скажет «Я люблю, когда в доме есть дети, и когда по ночам они плачут». Молитва священна. И поэт не нарушает тишины. О нём говорят в литературных салонах, но он не обнаруживает своего присутствия, полагая мысль, а не хвастая ей. Вспоминаю хронологическую непоследовательность моих собственных впечатлений о нём и его деятельности. В начале девятисотых годов в беседе о прискорбных статьях Николая Константиновича Михайловского о французских символистах Михайловский совсем не знал французской литературы. Все сведения, которые он имел, он получил от Анинского. Тогда я подумал о Николае Фёдоровиче Анинском и только гораздо позже понял, что речь шла об Иннокентии Фёдоровиче. Года два спустя, ещё до возникновения весов, Валерий Брюсов показывал мне книгу со статьёй о ритмах Вальмонта. На книге было неизвестное имя – И. Анинский. «Вот уже находятся, значит, молодые критики, которые интересуются теми вопросами стиха, над которыми мы работаем», – говорил Брюсов. Потом я читал в Весах рецензию о книге стихов «Никто» – псевдоним хитроумного Улисса, который избрал себе Иннокентий Фёдорович. К нему относились тоже как к молодому начинающему поэту. Он был сопоставлен с Иваном Рукавишниковым. В редакции «Перевала» я видел стихи И. Анинского. Его считали тогда Иваном Анинским. «Новый дикаденский поэт. Кое-что мы выбрали, остальное пришлось вернуть». Когда в 1907 году Фёдор Сологуб читал свою трагедию о Лао-Даме, он упоминал о том, что на эту же тему написана трагедия И. И. Анинским. Затем мне попался на глаза толстый том Эврипида в переводе с примечаниями со статьями И. Анинского. Помнились какие-то заметки, подписанные членом учёного комитета этого же имени – то в Гермесе, то в журнале Министерства народного просвещения доходили смутные слухи о директоре царско-сельской гимназии и об окружном инспекторе Петербургского учебного округа. Но можно ли было догадаться о том, что этот окружной инспектор и директор гимназии, этот поэт-модернист, этот критик, заинтересованный ритмами Бальмонта, этот знаток французской литературы, к которому Михайловский обращался за сведениями, этот переводчик Эврипида – всё одно и то же лицо. Максимилиан Волошин, Иннокентий, Анинский, Лирик Только мыслей и слов постигая красу, Жить в сосновом лесу между красных стволов, Быть, как он, быть, как все, и любить, и сгорать, Жить, но в чуткой красе, где листам умирать. Одно и то же лицо – дикаденский поэт и маститый профи поэтического перевода. Кроме античности его интересует европейская литература. И здесь Иннокентий Фёдорович ведёт путь к самому себе от Шарля Бадлера к Полю Верлену и Стефану Малярме, от Иоганна Вольфганга Гёте и Генриха Гейны к Гансу Мюллеру. «Интер-эссе» значит «быть среди вещей, между вещей, находиться в центре вещи и стойко стоять при ней» Мартин Хайдегер. Поэт проникает в сущность вещи. Немая душа её волей-неволей разделяет с ним свою боль и в тексте увековечивает свой человеческий смысл. То, что мы всё ещё не мыслим, скорее, идёт от того, что то, что должно осмысляться, само отвернулось от человека, более того, уже давно отвернувшись, сохраняет это положение» Мартин Хайдегер «Что значит мыслить?» Что, в конце концов, отвернулось от человека? Разве не то же, что требует осмысления? То есть как раз именно то, что мы не мыслим, а калькулируем, и мир вещей отворачивается от нас. Место мифа занял циркуляр. Античная открытость мира человеку уступила перед пренебрежением смыслом и замыслом. Положение оскорбительное. Числа заменили слово. «Жизнь – альбом. Человек – карандаш. Дела – ландшафт. Время – гумиластик. И отскакивает, и стирает», – сказал бы Козьма Прутков. И ещё. Всякая вещь есть форма проявления беспредельного разнообразия. Безмолвие Все стихотворения приводятся в переводах Иннокентия Анинского. Тринадцать строк Безмолвие – это душа вещей, Которым тайна их исконная священна. Оно бежит от золота лучей, Но розы вечера зовут его из плена. С ним злоба и тоска Безумная забвенна. Оно бальзам моих мучительных ночей. Безмолвие – это душа вещей, Которым тайна их исконная священна. Пускай рос вечера Живые горячей, Ему милей приют Дубравы сокровенны, Где спутница печальная ночей Подолгу сторожит природы Сон священный. Безмолвие – это душа вещей. Лето 1898 Каменец Ралина Тринадцать строк Мариса Ралина – своего рода Послесловие к жестокой книге Шарля Бодлера Из предисловия Валерия Брюсова. Темами своих поэм Бодлер избрал цветы зла, Но он остался бы самим бы собой, Если бы написал «Святы добра». Его внимание привлекало Не зло само по себе, но красота зла И бесконечность зла. С беспощадной точностью Изображая душу современного человека, Бодлер в то же время открывал нам всю бездонность Человеческой души вообще. Конец цитаты. Слепые О, созерцай, душа, Весь ужас жизни тут. Разыгран куклами, Но в настоящей драме. Они, как бледные лунатики, Идут и целят в пустоту померкшими шарами. И странно. Впадины, где искры жизни нет, Всегда глядят наверх и будто не проронит Луча небесного внимательны лорнет. Иль и раздумья Слепцу чела не клонит. А мне, когда их та ж сегодня, Что вчера, молчанья вечного печальная сестра, Немая ночь ведёт по нашим стогнам шумным, С их похотливую и наглой суетой, Мне крикнуть хочется безумному безумным. Что может дать слепцы вам этот свод пустой? Шарль Бадлер Эта книга написана не для моих жён, дочерей и сестёр, Равно как и не для жён, дочерей и сестёр моего соседа. Я уступаю это тем, кому нравится смешивать Свои добрые дела и прекрасные слова. Шарль Бадлер Цветы зла Французский декадент отважился заняться добыванием Прекрасного и зла, занятия отнюдь не чуждо и на Кентюанинскому. Вслед за Бадлером он мог бы сказать «Этот мир покрыт столь толстым слоем пошлости, Что презрение к нему со стороны каждого умного человека Неизбежно приобретает силу страсти». Слепцы Что может дать пустой свод шумных площадей и базаров? Немая ночь, вино и наркотики, смерть и страсть, безумие и порог – все муки прошлого и отчаяния настоящего. В пути по нашим стогнам шумным мы всё более удаляемся от самих себя, детство всё более скрывается за воздушной полосой горизонта. Видим ли мы горизонт? Профессор Хайдегер был одним из тех, кто не желал слепцом уходить в ночь. И вообще мы только тогда есть мы, мы сами, такие, какие мы есть, когда мы указываем в это само удаление, это указывание, наша сущность, мы есть тем, что мы указываем в уход. Как указывающий туда, человек есть указатель. Мартин Хайдегер «Что значит мыслить?» Один из таких указателей – к нежданным и певучим бредням – Анинский, другой – Шарль Бадлер. Уход ожесточает весь ужас жизни тут, но добывайте, добывайте прекрасное из зла. Недаром последующие поколения французских поэтов называли Бадлера учителем. Иннокентий Анинский был учителем поэтов как в гимназии, так и в литературе. Поэт для поэтов. Его сущность основывается в том, чтобы быть таким указателем. СОВЫ Зеницей нацелись багровой, Рядами на чёрных берёзах, Как идолы старые совы, Застыли в мечтательных позах. И с места не тронется птица, Покуда аллея, могила, Не примет останков светила, И мрак над землёй не сгустится. А людям пример их – наука, Что двигаться лишняя мука, Что горшее зло – суета, Что, если гоняться за тенью, Кого и заставит мечта, Безумца карает движенье. Шарль Бадлер Король поэтов, настоящий бог, – С восторгом настаивал Артёр Ромбо. Шарль Бадлер опускал указующий перст, Когда не в силах был более объяснять, И раненый насмерть, как старый колокол, С трещиной посреди, Устало рассыпал прочитанные листы. Сначала я предполагал дать должный ответ своим бесчисленным критикам И одновременно выяснить несколько вопросов Самых несложных, но окончательно затемнённых При свете современности. Что такое поэзия? В чём её цель? О разграничении добра и красоты? О красоте и зле? О том, что ритм и рифма Отвечают в человеке Бессмертным потребностям в монотонности, симметрии И в чувстве удивления? О применимости стиля к сюжету? О тщетности и опасности вдохновения? Эц. 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 Но я имел глупость прочесть сегодня утром Несколько публичных листков. Тотчас же лень Навалилась на меня с тяжестью двадцати атмосфер, И я остановился перед ужасающей бесполезностью Объяснять что бы то ни было, кому бы то ни было. Те, кто знают меня, поймут всё, Для тех же, кто не хочет или не может меня понять, Я стал бы лишь бесполезно нагромождать свои объяснения. Шарль Бадлер Цветы зла Старый колокол Я знаю сладкий яд, когда мгновенья тают, И пламя синее узор из дыма вьёт, А тени прошлого так тихо пролетают Под вальс томительный, что в юго им поёт. О, я не тот, увы, над кем бессильны годы, Чьё горло медное хранит могучий вой, И, рассекая им безмолвие природы, Тревожит сон бойцов, как старый часовой. В моей груди давно есть трещина, Я знаю, и если мрак меня порой не усыпит, И песни нежные слагать я начинаю, Всё, насмерть раненый, Там будто кто хрипит, Гора кровавая над ним всё вырастает, А он в сознанье и недвижно умирает. С утра прочесть несколько публичных листков, услышать последние новости, Увидеть лица тех, кто у власти И ощутить тяжесть двадцати атмосфер. Объяснение тщетное. Стихи можно адресовать не только людям, но и самому себе, при этом надеясь, что посылка найдёт своего адресата, будь он хоть на краю бездны или на дне. Право на диалог с провиденциальным собеседником не может быть узурпировано. Достаточно помнить о самоудалении, чтобы неизменно возвращаться к нему и тем самым к себе. Будучи в гостях в двухэтажно выкрашенном фисташковый цвет доме царско-сельского отшельника, Маковский не однажды замечал внезапное отсутствие хозяина, но не мог отказать ему в этом праве. Анинский оказал мне решающую поддержку в эти первые полгода создавания Аполлона. В окне напротив письменного стола домашний палисадник Иннокентия Фёдоровича кустами сирени и черёмухи цвёл по весне, тощими берёзками повидал осенью. Анинский стоял в стороне от соревнований литературных школ, не был ни с Бальмантом, ни с Ваверием Брюсовым в поисках сверхчеловеческого дерзания. Он был символистом в духе французских эстетов, но не поэтом-мистиком, заразившимся от Владимира Соловьёва софийной мудростью. В известной мире был он и русским парнастцем и декадентом и лириком, близким к Фету, Тютчеву, Константину Случевскому и автору «Кому на Руси жить хорошо». Ему пришлось многое поднять на плечи, чтобы уравнять русскую поэзию с последними словами Запада. Баковский Николай Гумилёв по личным воспоминаниям Сплин Бывают дни, землёю точно спаян. Так низок свод небесный, так тяжёл, тоска в груди проснулась, как хозяин, и бледный день встаёт с похмелья зол. И целый мир для нас одна темница, где лишь мечта над ломленным крылом, а грязный свод упрямо хочет биться, как нетопырь в усердии слепом. Тюремщик, дождь гигантского размера, задумал нас решёткой окружить, и пауков народ немой и серый под черепа к нам перебрался жить. И вдруг удар сорвался, как безумный, колокола завыли и гудят, и к облакам проклятия их летят ватагой злобною и шумной. И вот, без музыки за серой пеленой ряды задвигались, надежда унывает, и над её поникшей головой свой чёрный флаг мученья развевает. Шарль Бадлер Нет, совсем не кошмары и бессонницы описывает поэт. Мученья развевает чёрный флаг над поникшими надеждами эпохи. Зачастую в переводах французских классиков голос Анаккентия Фёдоровича слышен сильнее, чем голос самого автора. И это понятно. Он идёт к самому себе. Но смысл оригинального текста не становится ущербнее. Быть может, от того, что Иннокентий Фёдорович Анинский никогда не чушьт автору, или от того, что память на всех одна. Память здесь – это собрание мыслей о том, что помысленно уже заранее, ибо оно может мыслиться постоянно и прежде всего остального. Дочь неба и земли Мнемозина в девять ночей стала матерью Мус. Древнегреческий миф, исполненный Гёльдерленом, волнует Хайдегера как поэта – сознанием материнства памяти. Драма и танец, пение и поэзия вышли из чрева Мнемозины. Память – это собрание воспоминаний о том, что должно осмысляться прежде всего другого. Это собрание прячет в себе и укрывает у себя то, что всегда следует мыслить в первую очередь. Всё, что существует и обращается к нам, зовёт нас как существующие или побывшие. Память – собранное воспоминание о том, что требует осмысления – это источник поэзии. Мартин Хайдегер «Что значит мыслить» «Всё, что существует и обращается к нам, зовёт нас как существующие или побывшие» и холодный поэт Шарли Кон де Ли, креол с лебединой душой, контрадекторно, с вызовом обращается к дальнему гулу восторгов как современников, так и потомков, довольствующихся размалёванными шутами и проститутками. Человеческая мощь памяти заставляет петь строчки Пускай избитый зверь, влачася на цепочке, покорно топчет ваш презренный макадам, сердечных ран своих носут ваш не отдам, пренавидивший их в рифмованные строчки. Чтоб оживить на миг огонь заплывших глаз, чтоб смех ваш вымолить добиться сожаленья, я, ризы светлые стыда и вдохновенья, пред вами раздирать не стану напоказ. В цепях молчания, в заброшенной могиле мне легче будет стать забвенной горстью пыли, чем вдохновением и мукой торговать. Мне даже дальний гул восторгов ваших жуток. Ужель заставите меня вытанцевать средь размалёванных шутов и проституток?» Шарль Леконт де Лилль Взойдя на Парнас к Леконту де Лиллю, Иннокентий Анинский вдохновен и могуч, но мощью не столько мужской, сколько человеческой. У него не чувство рождает мысль, как это вообще бывает у поэтов, а сама мысль крепнет настолько, что становится чувством – живым до боли даже. Он любит исключительно сегодня и исключительно здесь. И эта любовь приводит его к преследованию не только декораций, но и декоративности. От этого его стихи мучат, они наносят душе неисцелимые раны, и против них надо бороться заклинаниями времён и пространства. Николай Губилёв, Жизнь стиха Последние воспоминания Глаза открыты и не видят. Вот я мертвец, я жил, теперь я только падаю, паденье, как мука, медленно и тяжко, как свинец. Воронка чёрная без жалоб, без боренья, выбирает мёртвого. Проходят дни, года и ночи, только ночь без звука, без движенья. Я понимаю всё, но сердце и суда схожу ли стариком Иль пору молодую покину, и любви сияла мне звезда. Я груз, и медленно сползаю в ночь немую, растёт, сгущается забвенье надо мной, но если это сон, о, нет, и гробовую Я помню тень и крик, и язву раны злой, всё это было И давно, или нет, не знаю. О, ночь небытия, возьми меня, я твой. Там сердце на куски припоминаю. Шарль Лекон де Лиле Кто мы? Мы – сегодняшние люди. Люди сегодня. Которая длится уж с давних пор, ещё долго продлится. С таких давних пор, что история уже не может указать границы ночами. Мартин Хайдеггер Что значит мыслить? Поэты заклинают времена и пространство. И этим обезболивают неисцелимые раны, но не обезболивают память о них. Одни стихи – как неизбежность, с ними смерть и любовь. Другие – преодоление, в них страх, трепет и боль, отступают по размышлению. Поэзия – это освобождение. Можем ли мы, сегодняшние люди, вступить в диалог с поэзией и поэтами, чьи изречения, как ничто иное, ждут отклика в мышлении? Там сердце на куски. Можем ли мы помнить, мыслить, любить, отвечая живым на живое? Несостоятельные мыслители, калькулирующие на базарах и площадях ренту и рентабельность, обязанности и необязательность – знак бессмысленный «мы» – это состояние не ложь даже, просто не мысль. И, тем не менее, в каждом задатки – мысли, что внесены словом ещё при пробуждении. Слово внесло свой задаток и теперь ждёт, когда человек обратится к нему. Банальный век подчует иной пищей. Иные задатки и платежи требует Vanity Fair – ярмарка тщеславия. Роман без героя. Над умершим поэтом О, ты, чей светлый взор на крыльях горней рати, Цветов неведомых за радугой искал, И тонких профилей в изгибах туч и скал, Лежишь недвижим ты и на глазах печати, Дышать, глядеть, внимать, Лишь ветер, пыль и гарь. Любить фиал золотой, увы, Но желчи полный, как бог скучающий Покинул ты алтарь, чтобы волной войти туда, Где только волны. На безответный гроб И тронутый скелет, слеза обрядная Прольётся или нет, и будет ли тобой Банальный век гордиться. Но я твоей, поэт, Завидую судьбе, твой тих далёкий дом, И не грозит тебе позора понимать И ужаса родиться. Шарль де Конт-де-Виль Сказанное поэтом и сказанное мыслителем Никогда не одно и то же. Но и то, и другое Могут говорить различными способами одно. Это удаётся, правда, лишь тогда, когда пропасть Между поэзией и мышлением зияет ясно и определённо. Это происходит, когда поэзия высока, а мышление глубоко. Мартин Хайдеггер Что значит мыслитель? С вершин поэзии поэт окунается в глубины мышления. Ужас рождения, когда, по словам Бадлера, Современная шваль внушает мне ужас, Ваши либералы – ужас, Добродетели – ужас, Приглаженный стиль – ужас, Прогресс – ужас. Позор понимания, Когда от горечи ветхого мира По ночам плачут дети, Кошмар аванпоста, Удалённого от соревнований Литературных школ, Когда среди неравного, Изнемогая боя, Паладин жертвует собой За тайну красоты Явственной и зримой поэту. «Лишь тот, кто глубины помыслил, Полюбит живое», – говорит Сократ, «Ведь любовь основана на том, Что помысленно глубочайшее, Скрытое всегда и всюду Под непроницаемым покрывалом майи». Майя О майя! О поток химер неуловимых! Из сердца мечешь ты фонтан живых чудес! Там наслажденья, миг, Там горечь слёз незримых И тёмный мир души, И яркий блеск небес, И самые сердца рождённых на мгновенье В цепи теней твоих, О майя, только зренья! Миг! И гигантская твоя хоронит тень В веках прошедшего едва рождённый день С слезами, воплями и кровью В нежных венах. Ты – молния, ты – сон, Или ты – бессмертия ложь? О, что ж ты – ветхий мир, И то, на что похож, Ты – вихрь призраков В мелькании забвенных! Шарль Лекон де Лиль Поль Верлен Неизбывный дух юношеской влюблённости Капризно посещает Иннокентия Фёдоровича, Диктуя свои стихи. Индуцировать понимание, Порождать любовь. «Загадкую ты сердцем не тревожишь», – Отвечает русский учитель И проповедник франкоязычному гостю. Как и Аннинский Верлен страстен, Ему всегда мало любви. Он-то сам любит страстно, забываясь, Растрачивая себя со всем пылом души. Во мне живёт любви безвольный маниак, Откуда б молния не пронизала мрак, Навстречу ль красоте, ль доблести, ль силам, Взовьётся и летит безумец с жадным пылом. Сказать, что Верлен был Великим французским лириком, Сказать слишком мало. Верлен – это дух лиризма. При том таланте, что, как заклятие, Поразил его при той отзывчивости И потому уязвимости, Что, конечно же, не могли Позволить ему умереть спокойно, Он никого не предал в своём чувстве. Отсюда необустроенность И неприспособленность К ветхому миру технологий. Пьянство, буйство, жестокость, Пожалуй, можно поверить всему страшному, Что когда-либо свидетельствовали Не в его пользу. Что ж, он умрёт земли, пожалуй, не жалея, Лишь эта цепь потерь с годами тяжелее, О, эти мертвецы! И сам едва живой души, Метущейся природой огневой, В могилах он живёт. У сладу грусти нежной Лишь мёртвые несут его душе мятежной, Как к изголовью он К их призракам прильнёт, Он с ними говорит, их видит И заснёт он с мыслью о них, Чтоб, бредя, пробудиться. Я маньяк любви. Что ж делать? Покориться! Покоряясь любви, поэт не желает Покоряться миру, которым нет Личностного начала. Нет духа. Что остаётся тогда? Галлюцинация. Имфрессион фосс. Нет и поэзии. И никто больше не слышит слова. Люди обыкновенно глухи. Отнюдь не в доверительных, Трогательно бесхитростных Сетованиях в заплачках Верлена Анинский узнаёт непревзойдённого Французского символиста. Оба прекрасно понимают, Как приходит и проходит любовь, И поются песни без слов, Как фальшивный музыкальный слух Поколений реалистов различных мастей, Достаточно циничных, Чтобы в восторженном поклонении Богу И любви Изыскивать вопль отчаяния, Боль чуткой и нежной души, Которая жаждет чистоты, Ищет Бога и не находит. Максим Горький Галлюцинация Эмпээсион фос Мышь покатилась а мышь В пыльном поле точкою чернильной, Мышь покатилась а мышь По полям чернильной точкой пыльной. Верлен Животворит болезненно чуткие Прекрасные голоса, Он мастер звучания слога И игры смысла, А в гур и гаданье По полёту птиц. Почтенный логос, Вещий бред поэтов, И небрежный гений, Чёрное крыло, Что хлороформом смерти нежно веет, И мимолётный каприз, Сердце поэта, Что любовью к людям бьётся. Всё это Иннокентий Фёдорович Столь же хитро И живо переплетает В русской транскрипции, Сколь изыскан французский шик оригинала. Каприз Неуловимый маг В иллюзии тумана, Среди тобою созданных фигур Я не могу узнать тебя, Авгур, Но я люблю тебя, Правдивый друг обмана. Богач комедии Нищий Из романа То дэнди чёпорный, То юркий Балагур. Ты даже Прозу бедную Одежды, От фрака строгого До кулеров Надежды, Небрежным гением Умеешь Оживить. Здесь Пуговицы нет, Зато свободна нить, А там На рукаве В гармонии счастливой Смеётся След чернил И плачет След Подливы. За ярким Натянул ты Матовый сапог. А Твой Изящный Бант Развязан Так Красиво, Что, Глядя на тебя, Сказать бы я не мог, Неуловимый Маг И ложный, Но не лживый, Гулять ли Вышел ты на розовой заре, Или вешаться идёшь На чёрном фонаре? Загадкою ты сердце мне тревожишь, Как вынутый блестящий нож, Но если вещий бред поэтов только ложь, Ты, не умея лгать, не лгать не можешь, Увив безумием свободное чело, Твердишь им, что луна детей озябших греет, Что от неё сердцам покинутым тепло, Передавай им ложь про чёрное крыло, Что хлороформам смерти нежно веет. Покуда в сердце зуб больной не анимеет, Пой, будь и их, поэт, Но гордо о своей молчи, В ответ, увы, Ильвира засмеётся, Пусть сердце ранено, Пусть кровью обольётся, Незримая мишень завистливых друзей, Ты сердце, что любовью к людям бьётся, Им не показывай, И терпеливо жди, Пусть смерть одна прочтёт его в груди, И белым ангелам в лазурь Оно взовьётся. В романтической традиции Облагораживать всё, Пускай даже самое нелепое, Слышать поэзию в детских сказках И открывать двери, Закрытые твёрдой рукой, Юноша Артюр путешествует Просёлочными дорогами И называет их Мабуэм Своей богемой. Никуда не уедешь, По бреду по здешним дорогам, Изнемогая под временем порока, Пустившего во сне свои мучительные корни Ещё в пору пробуждения разума, Порока, что растёт до небес, Бичует меня, Валит наземь И волочит за собой. Последки невинности, Последки застенчивости, Этим всё сказано, Не выставлять же на показ Своё отвращение, Свои измены. Ну, что ж, Пеший путь, Время, Пустыня, Тоска и гнев. Артюр Рынбо, Пора в аду. Перевод Стефановым. Истомлённый дыханием сестёр Мальчик вот-вот зарадает от счастья. Их пальцы перебирают лёны во волос, Искательницы в шеи Называет он свой шедевр. Вспоминается фантасмагорический мир Новелл Эрнста Теодора Амадея Гохмана. Песочный человек, Щелкунчик и мышиный король, Крошка Цахес, По прозванию Циннобер, Повелитель Блок, Принцесса Брамбилла, Золотой горшок. Мир, совершенно непригодный для людей, Которые кроме калькуляции Ни на что не способны, От чего всё принимают всерьёз и торжественно. Гофман просил отбросить На несколько часов серьёзность И отдаться задорной, Причудливой игре, Не в меру, быть может, Озорливой колдовской силы. Стихотворение тоже имеет душу, А души родственны между собой. Однажды, появившись на свет, Стихотворение получает имя. Иннокентий Фёдорович Отрестил его феерически «Феей расчёсанных голов». Одно и то же озорство, Одна и та же радость в глазах ребёнка Освещает их лица. Феей расчёсанных голов На лобик розовый и влажный От мучений, Сзывая белый рой Несознанных влечений, К ребёнку нежное ведёт Сестру-сестра, Их ногти – Жемчуга с отливом серебра. И, посадив дитя Пред рамою открытой, Где в синем воздухе Купаются цветы, Они в тяжёлый лён, Прохладую омытый, Пускают грозные И нежные персты. Над ним, Мелодией дыхания слух балуя, Незримо розовый Их губы точат мёд, Когда же вздох порой Его к себе возьмёт, Он на губах шурчит Желанием поцелуя. Но чёрным веером ресниц Их усыплён, И ароматами, И властью пальцев нежных Послушно отдаёт ребёнок Сёстрам лён, И жемчуга щитов Уносят прах мятежных, Тогда истомы в нём Подъемлется вино, Как мех гармонии, Когда она вздыхает, И в ритме ласки Их волшебной заодно Всё время жажда слёз Рождаясь умирает. Артюр Рэмбо Жизнь воспринята В каждой её подробности, В удивительном многообразии Красок, Звуков, Жестов, Вещей. Ничто не оставлено без внимания, Всё насыщено смыслом. Это мысль, Поэзия, Бытие. Там, где прозаик Облизывает сухие губы, Поэт слышит музыку. Мелодии дыханья, Слов, Валуя, Незримо розовый Их губы Точат мёд. Когда же вздох Порой его к себе возьмёт, Он на губах журчит Желандьим поцелуи. Кому бы мне наняться? Какому чудищу поклониться? Какую святыню осквернить? Чьи сердца разбить? Что за ложь вынашивать? По чьей крови ступать? Артюр Рэмбо Пора в аду. Артюр не даёт ответа. Он ждёт путника, Который повторит адски неприятную, Невозможную мысль. По-настоящему, Более всего требующее осмысление По-прежнему скрыто. Для нас оно ещё не стало достойным мышления. Поэтому наше мышление Ещё не попало в свою собственную стихию. Мы мыслим ещё не в собственном смысле слова. Поэтому мы спрашиваем, Что значит мыслить? Мартин Хайдегер Что значит мыслить? На тех же просёлочных дорогах, Далеко от стоган шумных, Только в другом царском селе, Где светлы глаза юноши поэта И старика-профессора, Встречал своих собеседников Иннокентий Фёдорович. С Бодлером смотрел на закат, Срывал рифмы с Артёром Рымбо, Убаюкивал тоску с Генрилом Кфелло. Дума поэта безудержно лилась в стихи. Чисто европейская дисциплина Ума умирёт, Воспитывалась степенно, Проявлялась фантасмагорически. Намокшие крылья плыли Средь тумана, День близился к концу, Поэт ожидал смерти. Дня нет уж. За крыльями ночи Прозрачная стелется мгла, Как лёгкие перья Кружатся Воздушной стезёю орла. Сквозь сети дождя и тумана По окнам дрожат огоньки, И сердце не может бороться С волной набежавшей тоски. С волною тоски и желанья, Пусть даже она не печаль, Но дальше, чем дождь от тумана, Тоска от печали едва ли. Стихов бы теперь понаивней, Помягче, поглубже огня, Чтоб эту тоску убаюкать И думы ушедшего дня. Не тех грандиозных поэтов, Носителей громких имён, Чистоны звучат ещё эхом В немых коридорах времён. Подобные трубным призывам, Как парус с седой кораблю, Они наполняют нас бури, А я о покое молю. Мне надо, чтоб дума поэта Стихи безудержно лилась, Как ливни весенние хлынув Иль жаркие слёзы из глаз. Поэт же и днём за работой, И ночью в тревожной тиши Всё сердцем бы музыку слышал Из чутких потёмок души. Биенье тревожной жизни Смиряется песеню такой, И сердцу она, как молитва, Несёт благодатный покой. Но только стихи, дорогая, Тебе выбирать и читать, Лишь музыка голоса может Гармонию строк передать. Ночь будет певучей и нежной, А думы темнившие день Бесшумно шатры свои сложат И в поле растают, как тень. Генри Вордсворт Монгфелло И она пришла совсем такая, Какой он видел её, Какой страшился, какой ждал, Какую верно в тайне Против воли хотел. Пришла в жёлтых парах Петербургской зимы, На жёлтом снегу, Облипающем плитой. Подошла на улицы В один из антрактов деловой жизни, Неожиданно и сразу сжала сердце Одним нажимом пальцев. И он в шубе с портфелем, В котором лежала приготовленная лекция, Что он ехал в этот день читать, Мёртвый опустился на ступени Подъезда царско-сельского вокзала. Полиция отвезла труп неизвестного человека, Скончавшегося на улице, В Обуховскую больницу. Там его раздели и положили Его обнажённое тело, Облагороженное мыслью, Ритмами и неврастенией, На голые доски В грязной мертвецкой. Максимилиан Волошин Иннокентий Анинский Лирик Погребение проклятого поэта Если тело твоё, христиане, Сострадая земле, предадут, Это будет в полночном тумане, Там, где сорные травы растут. И когда на немую путину Выйдут чистые звёзды дремать, Там раскинет паук паутину И змеёнышей выведет мать. По ночам над твоей головою Не смолкать и волчиному вою, Будет ведьму там голод долить, Будут вопли её раздаваться, Старичонки в страстях извиваться, А воришке добычу делить. Шарль Бадлер Субтитры делал DimaTorzok